Всем привет! Спасибо, что пришли. Мы сегодня будем рассказывать про наш проект «Летняя школа феминизма города», которая проводилась буквально недавно, в августе, на разных культурных площадках Москвы. Этот проект в первую очередь был рассчитан на практическое свое применение. Сейчас расскажу, как возникла эта идея. Вообще проект «Летняя школа феминизма» возник у разных активистов, у высшей школы равноправия, у людей, которые учились в летней школе в Дубне давно. Мы собирались организовать летнюю школу в школе русского репортера, создать эту мастерскую по феминизму. Направность была немного другая, но, к сожалению, нам отказали. В нашу мастерскую не согласовали. Но ничего страшного. Мы решили, хорошо, тогда, а можем ли мы организовать самостоятельную летнюю школу в городе. И на какие темы мы можем здесь поговорить. И вот идея о городе именно с точки зрения урбанизма, той темы, которая в последнее время крайне популярна, она возникла у Саши Алексеевой. И так как в Москве, например, в 2017 году победила довольно, на муниципальных выборах привезла довольно достаточно большое количество независимых депутатов, у которых были амбиции и сейчас существуют, но на изменение какой-то городской жизни, то мы решили с ними скооперироваться и предложить им такое сотрудничество. То есть вот мы выбираем район в городе, приходим и начинаем проводить исследования о том, о том, как чувствуют себя женщины, например, в одном из районов Москвы. Понятно, что у нашего исследования была определенная рамка, потому что есть феминизм и город, это вообще очень большая тема. Поэтому с точки зрения города мы говорили, конечно же, в основном о благоустройстве, о инфраструкторе. И, возможно, заостряли внимание о том, кто участвует вообще в городской жизни, кто участвует в принятии решений. А также, когда мы говорили о феминизме, ну, про наше исследование расскажут уже там другие участницы, мы делали акцент на темах, на определенных блоках безопасности, теме материнства в городе, все с точки зрения, ну, как бы видимости того, что нам доступно. Можем ли мы это фиксировать? Сама непосредственная летняя школа включала в себя различные мастер-классы и лекции. То есть мы там читали вместе всякие рейдинги, обсуждали тексты о том, а что такое урбанизм, а как он связан с гендером, а есть ли какие-то виды дискриминации в городе, да, то есть как меняется общественное пространство, например, когда наступает ночь, и все ли граждане, да, особенно гражданки, могут позволить себе выйти в любом месте, там, в своем районе, и насладиться всей красотой городской жизни. Скорее всего, нет, да. Ну, вам еще расскажут. Еще раз говорю, тема очень большая, и особенно про город, и исследование, оно было ограничено, но в лекциях мы учитывали, например, очень глобальные темы, потому что тема про город, она рассыпается, вот, ну, на мой взгляд, на как минимум два вопроса, да, это вопрос глобальной политики, о том, за что вообще на самом деле выступают феминистки, да, вопросы домашнего насилия, которые напрямую связаны с разделением пространства города на публичное и приватное, потому что про это не принято говорить, и вопросы домашнего насилия решаются, конечно, уже на глобальном уровне путем законов. Вопросы вообще о гендерном равенстве, как законодательной реформе, которая, между прочим, была инициирована еще в 2003 году, и даже таким неким председателем постдуман, как Володиным, да, но под 13-15 лет они его, значит, как-то он у них был в подвешенном состоянии, а вот 11 июля 2018 года они, значит, первым чтением 2003 года они его приняли, а сейчас они его отклонили. Я не, ну, как бы, непонятно вообще, с чем это связано, но ситуация крайне абсурдная, еще показывает то, что на законодательном уровне есть, например, ну, как бы, есть определенные трудности с законодательным уровнем подвижения инициатив, которые связаны с женской повесткой. Есть инициатива там Марии Довтиан, Алена Попова, которые борются за этот закон, и мы надеемся, что он у нас будет. И это вот такие вот уровни глобальной политики, но то, что сейчас нам доступно, это, или так, подробно и посчитали, это вопросы, как бы, локальной политики, и которые, может быть, реализованы, реализуются муниципальными депутатами. Понятно, что полномочия муниципальных депутатов сейчас, особенно там после 2013 года, они ограничены, и в некоторых советах Москвы, да, где состоят, например, неопозиционные депутаты, муниципальные советы, они достаточно формально вещи представляют из себя. Но вот наш выбор района Тропарева-Никулина был отчасти связан с тем, что там весь совет муниципальных депутатов это независимые депутаты, и часть, ну, большая часть из них женщин, а есть даже family-friendly. В связи с этим, как бы, вот мы ориентировались на этот район. Сейчас скажу пару слов о районе. Район, так не знаю, вообще основное мнение города Москвы имеет очень хорошую репутацию, особенно в последнее время. То есть это где-то 20 минут на метро от Кольца. Там довольно дорогие квартиры, но это район, как бы, и контрастов, потому что город состоит не только из тех, кто может позволить, например, себе дорогое жилье, но и из тех, кто там работает, да, по 12, 12 часов в день, потом уезжает за МКАД. Сейчас, наверное, приведу такой пример. В районе есть очень большой, богатый жилой комплекс, и это еще раз показывает контрастность большую, потому что у этого комплекса есть зоопарк, да, и он огорожен забором. Мы понимаем сразу, что они все туда могут попасть. С одной стороны, многие жители, даже которые туда попасть не могут, они рады этому, потому что вот есть зоопарк, это очень спорная тема, да, что вообще запах, ну, как бы животным, я бы там не классно, вот. Ну, даже, то есть, жители, которые там не живут, они рассказывают, что они говорят, что им, в принципе, нравится это место. Но с другой стороны, да, то есть, когда мы заходим в этот комплекс, мы видим, что там, например, пруд прекрасный, лебеди плавают, да, но даже вот чисто визуально ты сразу видишь, что бегают дети, с ними гуляют женщины, а сейчас, сейчас нормально. Да, хорошо. То есть, даже вот на уровне представления, можно сказать, что очень... Еще. Хорошо. То есть, в воспитании даже, даже люди, которые могут себе позволить больше, чем, как бы, ну, как бы, среднее жилье в Москве, например, функции социального материнства остаются до сих пор на женщине. Ну, это вот такой вот случай. Сейчас, наверное, конкретно... А, да, еще немного расскажу про то, что мы делали на летней школе. Помимо лекций ридингов, у нас была такая исследовательская часть, то есть, мы для нас сначала составили гайд, а из проблемных вопросов... Вообще, большое спасибо, что всем лекторам, которые бесплатно там все проводили, и это вот один из плюсов, ну, наверное, такого, я даже не знаю, социального капитала, которым хотя бы можно пользоваться бесплатно. То, что люди там, которые тебя не знают, соглашаются, тебе помогают и участвуют вместе там в каких-то совместных делах. Например, это Ирина Шарабокова, урбанистка Ольга Исупова, она расстроена эту социальную политику. Исследование помогал проводить нам Михаил Алексеевский, которые работают в «Стрелке». Это, конечно, вообще очень помогло в нашей работе. Но на самой школе мы также взаимодействовали между собой, а последний день у нас был посвящен такой, так сказать, эмантипатурной практике, чего бы, например, я конкретно хотела, чтобы было в каждом районе, то есть, это был женский курс по самообороне, это у нас полуторачасовой, мы в лесу, потом были практики по какому-то эмантипатурным танцам, то есть, таким захватом пространства, то есть, при том, что нас было около 40 человек, ну, то есть, все было очень весело и здорово, помимо того, что мы провели исследования, мы заобщались как бы с жительницами и примерно и дали обратный отчет депутатам, и про Кладову еще расскажут участницы, у нас была такая как бы совместная интересная работа. Вот, наверное, мое вступительное слово и я сейчас тогда передам слово Лане, она расскажет уже про эту гендер, как в соцсетях. Не, можно сказать про включение гендерное. В общем, мне принадлежит, значит, такая идея рассказать о том, что мы делали в рамках, части рейдингов, теоретических всяких наших студий. Как Света уже говорила, у нас где-то дня два или три были рейдинговые. То есть мы читали тексты, статьи, кто-то читал, например, один, и потом он нам рассказывал, мы обсуждали все эти вопросы. И, например, не занимался никогда урбанистикой, городским исследованием, поэтому я еще в таком очаровании свежем хожусь. Вот, и кто из вас, например, знает, таким образом женщины исключены из города? Кто может что-то сказать? Ну да, сегритуация города. Никто не может. Ну вот я тоже не могла до этого, и когда я стала читать текст, я изменила вообще свое отношение к городу, потому что очевидно, что женщины в городе исключены. И что нам предлагают исследователи? Обычно исследовательницы, феминистки, они используют эссенциалистскую рамку в своих текстах. Это означает то, что мы делим какие-то качества на женские, мужские. К женским принадлежат, например, эмпатия, забота, там, мягкость, флюидность и все такое. И есть какие-то противоположные этому всякие штуки, типа, там, сила, гигантизм, ну и все такое. И, в общем, исходя из этого, они рассуждают о том, что, во-первых, надо пересмотреть взгляды на архитектуру, что архитектура должна быть флюидной, то бишь, в принципе, они все исходят из такой идеи, что надо отойти от онтологического развлечения частного и публичного. Потому что, если мы предполагаем разделение частного и публичного, то частная зона принадлежит женщине, то есть это домохозяйка, это мать и так далее, а публичная часть это для мужчин, то есть они разгуливают по городу, ну как бы, эта зона принадлежит именно им, а женщина оттуда исключена. И получается, что у нас имплицитное такое внутри, ну такое даже экзистенциальное деление города по полу, даже не по генеру, вот. И, соответственно, феминистки, авторки, они предлагают такой пересмотр отношений, в принципе, и архитектора, и заказчика, то есть, например, если в обычной рамке архитектор исходит из теории, из абстракции каких-то, например, если вы заказчик, вам надо ремонтировать квартиру или дом, вы, значит, обращаетесь к архитектору, и он вам что-то говорит, вы такие, да-да, окей, и все. Феминистки говорят о том, что надо сместить иерархии, ну, вообще от них отказаться, чтобы архитектор учитывал, например, эмоциональную какую-то составляющую, чувство человека, все вот эти вот феминные такие штуки, чтобы они учитывались, планировали в организацию вообще пространства. Что еще? Например, некоторые феминистские авторы, авторки, они говорят о том, что нам необходимо вообще, в принципе, отказаться от трактовки пространства как чего-то типа ньютонного, что-то такое пространство как место, как бы в сторону определения пространства как нечто такого, как пространство оценок, пространство эмоций и благодаря этому мы отойдем от этого сегрегированного подхода в городском планировании и часто это как раз-таки приводит к тому, что мы отходим от дуализма частного и публичного. Например, очень поощряются такие инициативы, когда частные пространства, например, дом превращаются в работу. Ну, например, в каком-то частном доме организуется производство лимонадов, пива, еще чего-то, и это предполагает как бы снижение во-первых, разделение частного публичного, оно ведет к сокращению преступности, потому что частные всякие дома, они осуществляют некоторую надзорную функцию, наблюдают за городом, в том числе решается проблема освещения, то есть, когда работает, например, лимонадная лавка в доме, то освещение автоматически работает. и еще вот этот пересмотр пространственного отношения, он, например, крут в интернациональной рамке, потому что мы вот говорим о том, что для того, чтобы женщина была удобна в городе, надо увеличить освещение, то есть увеличить, сделать так, чтобы улицы стали просматриваемые, чтобы женщина была не не страшно ходить по улицам, но мы не учитываем, например, интересы групп лиц, которые не хотят упускать шансов на ночную жизнь. Это обычно геи, лесбиянки, это люди, которых нет дома, это какие-то граффити-художники, и необходимо узнать точно, из-за чего какое-то непросматриваемое пространство не освещено, и потом его освещать. И как раз-таки в рамках нашего исследования мы это очень четко осознали, что мы не включили вот этот аспект в свои опросники, и для нас освещение стало такой, как бы, очень в насильственном смысле, такой, как бы, необходимостью, как будто бы обязательно надо освещать те непросматриваемые участки в районе, хотя на самом деле мы даже не узнали, а почему они не освещены, вот как бы важно именно узнать, а почему они не освещены, и уже выступать за тем с инициативой об освещении. Вот. Ну, в целом, наверное, все. Я забыла сказать в самом начале, просто так как текстов по феминистскому урбанизму в российском вообще контексте очень мало, поэтому мы ориентируемся на какую-то, ну, во многом европейскую практику, и в частности, не только это тексты, как это работает в Европе, надо сразу оговориться, что есть огромная критика этого, да, но просто как бы зачатки. Например, в Вене это называется гендерный мейнстриминг, когда учитывается сразу несколько категорий о том, как должно распределяться гендерное бюджетирование в городе. То есть, во-первых, идет полная осведомленность всех управленцев, всех работников о том, что любой ваш департамент, не только департамент, который занимается женщинами, то есть, да, женский департамент есть такой, который ликвидирует неравенство в отношении женщин, но вообще любой департамент, который там занимается мостами, дорогами, мобильностью, образованием, он должен учитывать гендерный аспект, и поэтому и помимо вот этой как бы рамки, там еще есть множество пилотных проектов, которые одновременно, которые сотрудничают вместе с активистскими инициативами, с феминистскими инициативами, которые вырабатывают вместе какие-то уже конкретные вещи для каждого района, например, как это выглядит, в одном из департальных Вены, как раз у них вот эта гендерная мейнстриминга, вот эта программа гендерного мейнстриминга идет с 90-х годов, был разработан проект альтернативных проходов для определенной местности, то есть у вас есть целый гид о том, как вам пройти, чтобы избежать, например, на возможных самых опасных участков, но здесь тоже надо учитывать о том, что мы все понимаем, что насилуют на самом деле вас на дороге, вот, и поэтому, вот, в частности, тоже в Вене одновременно с вот такими, так сказать, градостроительными какими-то урбанистическими решениями идет одновременно и квотирование женских мест, например, в администрации, то есть там определенный процент женщин обязательно должен быть в принятии этих решений, вот, это вот я просто хотела добавить про программы, на которые мы ориентируемся, понятно, что на российском контексте все должно, ну, как бы, вообще, будет работать иначе, но вот, я тогда начну рассказывать про наши исследования непосредственно, и, соответственно, я бы хотела, так сказать, основать свое выступление на нашем отчете, который по прошествию нашего полевого исследования мы предоставили муниципальным депутатам, то есть мы сделали модный отчет, в котором мы писали результаты нашего исследования. Итак, что мы сделали? Мы провели количество, о, господи, качественные, это как раз оппозит, мы провели качественные интервью с информантками, с жительницами района, у нас собралось около 20 интервью, нам в сборе информации и в установлении рамок нашего исследования очень помог антрополог из стрелки, Михаил Алексеевский, и, собственно, он как раз рассказал нам о том, что существует принципиальная и огромная разница между качественным и количественным интервью, количественные интервью проводятся довольно короткими, количество вопросов в них тоже строго ограничено и чаще всего на вопросы можно ответить формулами односложными, да, нет, не знаю, затрудняюсь ответить. Наши интервью были совершенно другими, это практически часовые интервью, они включали в себя очень много разных вопросов, много разных блоков и, собственно, у жителей была возможность высказать какое-то свое мнение по разным вопросам. Нам очень хотелось соблюсти ту же самую интерсекциональную рамку, о которой уже сказала Лана, и поэтому мы методологически постарались включить в список респонденток, во-первых, это были только женщины, это важно, во-вторых, нам хотелось включить женщин всех классов, то есть мы пытались взять интервью у женщины-мигрантки, мы пытались взять интервью у бездомных женщин, верно? Да, мы его и взяли. Собственно, у нас были матери, матери среднего класса, у нас были няни, то есть это пожилая женщина, ну, в общем, сидящая с чужими детьми, получающая за это деньги и так далее. У нас были работницы бюджетных учреждений, тоже, что очень важно, потому что это довольно большая социальная страта. Еще у нас было довольно много пенсионеров, что тоже очень интересно, потому что часто эта категория женщины, возрастная категория довольно часто вываливается. Вот, и, соответственно, всю эту выборку практически мы соблюли. Еще у нас была студентка, вот это тоже важный момент, студентка, живущая в общежитии, то есть человек тоже, который чувствует себя немножечко ограниченным в правах и в этом пространстве. И, соответственно, наше исследование было скомпоновано по блокам, наш опросник был скомпонован по блокам, и блоки касались следующих тем. Первый большой блок касался безопасности в городе, это те самые вещи, о которых говорила Света и Лана, это освещенность района, это просматриваемость общественных мест, от которых напрямую часто зависит безопасность, это какие-то проблемные места, то есть речь о... Ну, например, моя информантка говорила о том, что с районом мне прекрасно повезло, однако ровно под нашим домом располагается странная кальянная, и там всегда чувствуешь себя небезопасно, проходя мимо аудитории, которая там выходит покурить или тусуется рядом у входа, ты всегда чувствуешь себя небезопасно, вот, а в целом район у нас хороший. Вот примерно так. Это касаемо вопросов безопасности. Второй блок относился к вопросам мобильности и миграции. Что касается миграции, то это речь о перемещении внутри пространства города. И, соответственно, в него входили вопросы доступности общественного транспорта, простите, инклюзивности общественного транспорта, того, как часто он ходит, насколько им удобно пользоваться, как вы ходите до остановок, безопасны ли, опять же, эти места, как часто вы выбираетесь из района. Это очень актуальный вопрос, например, для матерей, чтобы понять, насколько социализирована молодая мать. Это правда очень важно и мало кто этим вопросом задается. Насколько миграции из вашего района, то есть выдвижение, например, из района в центр вообще необходимо, вполне возможно, что в вашем районе настолько широкая инфраструктура, что вам вообще выезжать не нужно. Далее третий блок касался непосредственно материнства. Соответственно, мы задавали вопросы об очередях в детские сады, об очередях школы, о необходимой инфраструктуре развивающих дошкольных и внешкольных учреждений, о том, насколько вообще удобно человеку женского пола с коляской передвигаться по району. Это суперважно, и оказалось, что, например, Тропорова-Никулина в этом плане довольно плохо все устроено. Один из последних блоков назывался доступом к инфраструктуре. это то, что я уже частично осветила, то есть речь о доступности женских консультаций, как ни странно, они до сих пор существуют, молочных кухонь, какие еще вещи у нас были? Да, 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 какие-то детские в том числе секции, фитнес, что еще, парки в том числе, ну, в общем, вот все эти вещи, они тоже относятся к инфраструктуре. Как мать отдыхает ребенка? Да, это тоже вопрос про социализацию очень важный, про то, что как раз есть ли у вас в районе все для того, чтобы можно было отдохнуть и с ребенком, и без него. И последним блоком был блок под названием внутрисемейная безопасность. Он, конечно, был самый проблемный, потому что речь, разумеется, идет о домашнем насилии. Это самая скользкая и страшная тема. Ты не можешь просто, подойдя к незнакомому человеку, задать ему прямой вопрос, а как у вас с домашним насилием? Это все всегда очень сложно, поэтому чаще всего мы использовали максимально обтекаемые формулировки, чтобы не напугать, не обидеть человека, и, соответственно, получали довольно часто разные ответы. Как ни странно, внутрисемейный, у наших респонденток, по крайней мере, у нас была только одна история про семейное насилие, она, как ни странно, была абсурдной и немного смешной, я, наверное, могу ее чуть позже процитировать. Все остальное, остальные какие-то были достаточно безопасны, и более того, женщины оказались в том числе осведомлены некоторые о том, что существуют кризисные центры вне государственные, которые помогают в этих ситуациях. Вот, соответственно, такие у нас получились блоки, и наши 20 информанток отвечали по практически одинаковому опроснику всем нам, и нам удалось узнать их мнение о районе. Например, в блоке безопасность мы выяснили после всех интервью, у нас была такая установочная сессия-встреча, когда мы все обсуждали взятые интервью, у нас было их довольно много, чтобы каждый понимал, к каким результатам пришел коллега, и, соответственно, мы кратко пересказывали содержание интервью, чтобы понять вообще какие результаты. Далее мы все это, соответственно, скомпоновали и составили вот этот отчет. И оказалось, например, как мне кажется, это одни из самых интересных результатов нашего исследования, во-первых, оказалось, что у района есть определенный флер, и флер этот как раз касается его элитности, его эксклюзивности и так далее. То есть жители района считают, что они живут в очень элитном месте, однако буквально с первых же слов одна из информанток сразу же говорит, ну, район у нас прекрасный, безопасный, невероятно, но на меня вот тут 8 лет назад в лифте напали. И, как оказалось, эта история не единичная. То есть из нашей небольшой выборки 20 информанток с каким-то уличным насилием сталкивалось несколько. И при этом жители продолжают, жители района продолжают утверждать, что район абсолютно безопасный в том числе, потому что он дорогой и элитный. Это интересные внутренние противоречия, которые мы на вот этой установочной сессии очень удивительно для себя отметили. Что касается остальных вещей о безопасности, мы, например, узнали очень четкие вещи о том, где действительно не хватает фонарей, где не хватает длины светофора на пешеходном переходе. Многие люди говорят о том, что практически вся инфраструктура, которая нужна взрослому человеку внутри района, в Тропарево-Никулино развита, цветет и присутствует. То есть можно сходить в кино, можно погулять в парке, можно пойти в бассейн и так далее, и так далее. Вот. И все это довольно доступно. Причем многие люди, конечно же, выезжают на работу в центр, верно? Я же правильно все помню. Вот. Однако, в целом, например, уровень доступности общественного транспорта, причем здесь важный момент, наземный транспорт всеми практически респондентами был признан гораздо более удобным, чем подземный, то есть автобусы и троллейбусы удобнее, чем метро. Вот. Плюс вся инфраструктура подземного общественного транспорта признана просто абсолютно недвеспособной, ни одна мать не сказала, что в метро там легко зайти, что по переходам вот этим подземным легко передвигаться. Каждая абсолютно сказала, насколько это неудобно, насколько это ужасно, насколько передвижение там с коляской. Ну, опять же, здесь всегда можно ставить галочку и под матерью с коляской подразумевать, в том числе, человека в коляске, потому что, ну, в общем, это очень важно. И безбарьерной среды, конечно, за третьим кольцом в Москве не существует. Ни один, в общем, ни один человек там пробраться не может. Вот. Примерно такие результаты по нашим первым двум блокам. Я, наверное, не буду зачитывать цитаты сейчас. Если у нас останется время, мы, наверное, можем что-нибудь рассказать. Это будет весело. Вот. Я передаю слово Насте. Я, собственно, расскажу про три оставшихся блока. Это материнство, инфраструктура и домашнее насилие. Что касается материнства, то, в принципе, Олесь уже затронула немного эту тему. И, да, мы спрашивали, удобно ли продвигаться с коляской, есть ли много секций, в которые можно оставить детей. Спойлер, нет. Их, как бы, с коляской очень сложно продвигаться. Даже если есть пандус, то в силу того, что Тропарево-Никулино довольно холмистый район, даже спускаться по пандусу с коляской очень тяжело. И вот одна из респондентов даже сравнила это с фитнесом. И, мол, по ее трекеру, который отслеживает активность, если она 40 минут гуляет с коляской по району, это равно дневной нормы нагрузок. То есть это очень тяжело и, понятное дело, что, да, тяжело это женщинам делать. Собственно, что касается детских садов и школ, то, поскольку район в основном просто застроен многоквартирными домами, то детских садов не хватает, школ не хватает. Детские сады для многих остаются недоступными в районе, поэтому они либо ездят в другие соседние районы, что тоже не очень удобно с малолетними детьми, либо же нанимают нянь, что экономически бьет по бюджету семьи. Что касается школ, то, вот, например, нам одна из респондинок рассказывала, что в школе на проспекте Вернадского, она так и называется, 10 первых классов. И, соответственно, мне кажется, что тенденции будут продолжаться, то есть следующие первые классы тоже будет очень много, и куда девать всех этих школьников не очень понятно. При этом, вот, одна из респондентов говорит, что в последние пару лет количество садов уменьшилось в разы, потому что помещение дают под школу, то есть отдается такое предпочтение школьному образованию, из-за чего страдает дошкольный. И при этом также отмечают то, что вот, например, одна из наших респондентов как раз-таки она вынуждена ходить в детский сад через дорогу. Это Ленинский проспект, и это очень такое опасное место, особенно, если ты идешь с маленьким ребенком. Что касается детских поликлиник, то как раз просто про детские сады. Вы, наверное, многие из вас слышали, что не только в Топарево-Никули, но есть проблемы с уплотнительной застройкой. И вот в частности там есть локальная история на Никулинской 2А, за которой уже несколько лет бьются и активисты, и активисты, которые уже стали депутатами. Там была земля, на которой должно было построить либо один детский сад, либо два детских сада. Но в результате сейчас там строят несколько высоток. И при том, что в этих высотках опять приедут люди с семьями, они будут там жить, у них будут дети, и непонятно, куда вообще они будут ходить. Ну и там вот идет активное противостояние местных жителей. Но высотки продолжают строиться, то есть проблема с инфраструктурой, как бы детская, она очень серьезная. Мне кажется, это вообще общимосковская тенденция, особенно по окраинам. Что касается поликлиник, то говорят о том, что они осуществлены довольно хорошо, то есть там новые мебели, ремонт, все какие-то инструменты для врачей имеются, но при этом качество самих врачебных услуг очень страдает, поскольку ну, понятное дело, что хороший специалист корректно в платную клинику, а не в бесплатную, и при этом также респондентки отмечают, что одна из поликлиник находится в очень опасном месте, то есть там находится точка разъезда машин, что тоже очень опасно, и страшно дойти с ребенком. Ну и в принципе, мне кажется, можно отметить, что почти все респондентки, у которых были дети, отмечали, что они не отпускают своих детей одних и не планируют этого делать до 15 лет. То есть несмотря на то, что вроде как безопасный элитный район и все такое, но детей стараются держать под присмотром, хотя вот, казалось бы, мне кажется, лет 10 мы уже все гуляли самостоятельно. Что касается инфраструктуры, то конечно там есть центры социального обеспечения на улице Академика Анохина, но большинство респондентов о нем слышали либо очень как-то отдаленно, либо вообще не слышали, соответственно, никто особо активно его услугами не пользуется. Что касается женских консультаций, то тут ситуация, мне кажется, аналогичная с поликлиниками, то есть все предпочитают пользоваться платными клиниками, поскольку в районных и бюджетных они сталкивались с некомпетенцией врачей, с какими-то такими неприятными комментариями и ну в принципе проще заплатить, как они считают. Либо вообще не пользоваться, да. Что касается спортивных секций для детей, ну и как бы для взрослых тоже, то все отмечают недостаток таких досуговых площадок. Вот одна из респонденток вообще говорила о том, что хотела записать свою дочь на борьбу, но не смогла этого сделать, поскольку секция единственная в районе была совмещена тренажерным залом и девочки должны были заниматься вместе с мальчиками, что было не очень удобно и не очень комфортно, как-то неловко для ее дочери, поэтому они просто не пошли на борьбу. И последняя тема, которая осталась, это тема домашнего насилия, очень сложная тема и сложно было подбираться к ней в процессе интервью, но тем не менее про какие-то случаи, которые непосредственно с респондентками случались, мы не узнали, но зато некоторые рассказывали о случаях, которые случались с их знакомыми либо друзьями. И что касается каких-то кризисных центров, то кто-то может быть слышал про центр сестры, но никто никогда не пользовался их услугами и как-то старается жить в каком-то забвении, мол, этого не существует, это меня не касается. Но при этом одна женщина рассказывала нам про тот случай, который случился с ее знакомым, она была удивлена, что этот случай домашнего насилия мужа над женой произошел в довольно высокостатусной семье. И как она там, она пыталась как-то даже в процессе интервью немного оправдать его, что это были вспышки, может быть, был такой период, а потом это закончилось. Но в итоге женщина, которая подвигалась к домашнему насилию, просто ничего не сделала, осталась с мужем. При этом как раз-таки все отмечают, что эта тема остается в глубоко в приватном пространстве, и про это мало кто говорит. И даже соседи слышат какие-то крики или что-то такое, предпочитают руководство с логикой, что, мол, это у меня не касается и это не мое дело. Я, в общем-то, расскажу о выводах нашего исследования и о рекомендациях, которые мы дали депутатам. Во-первых, в результате мы обнаружили, что не учли несколько важных тем, на которые нам указали сами жительницы. Они сказали, что, во-первых, не хватает инфраструктуру для раздельного сбора мусора в районе, также они отметили, что в районе мало спортивных секций, как для детей, так и для взрослых, это нехватка бассейнов и неудобное расположение в фитнес-центрах. И также наши респондентки сказали, что в районе им не хватает сообществ жителей, то есть сообществ, которые есть, они в основном построены вокруг детей. То есть, например, если нянечки на детской площадке гуляют вместе с подопечными, то они, в общем-то, общаются вместе, а каких-то сообществ для людей без детей в районе нет. И, в общем, в своих рекомендациях мы пытались учесть, во-первых, полномочия муниципальных депутатов, то есть то, что люди реально смогут продвинуть и реально измениться в районе. И, во-вторых, мы попытались дать не какие-то общие распыльчатые советы, а конкретные рекомендации с конкретными какими-то поливыми точками. У нас получилось, что рекомендации поделились на такие-две условные темы. Первая тема — это повышение безопасности в районе, улучшение инфраструктуры. Здесь мы отметили важные места, то есть это места, в которых нужно строить дополнительные фонари, место, где люди чувствуют себя небезопасно, и что его нужно реорганизовать, потому что там в районе одного магазина постоянно тусуются какие-то маргинальные сообщества, и жительницы говорят, что там очень некомфортно находиться, там валяются бутылки, шприцы, и вообще место очень странное. Потом мы выделили опасный проход в детско-городской поликлинике, который, в общем-то, тоже там пролегает между высоток, и туда нельзя подъехать, и нельзя подойти с коляской. Также мы предложили депутатам повышать информированность и информированность граждан вопросов безопасности, то есть это курсы по защите от домашнего насилия, там курсы по самообороне для женщин, и какие-то курсы, которые, может быть, помогут родителям лучше не беспокоиться о безопасности своих детей, то есть, допустим, там какие-то базовые правила поведения. Второй блок рекомендаций у нас направлен на работу с сообществом, с этим тоже есть проблемы. во-первых, это создание сетевских сообществ, которые не центрированы на активизме и на детях, то есть люди, опять же, гопилируют сказать конкретные проблемы, допустим, с точечной застройкой, и они собираются в сообществе и борются для проблемы, но когда, как бы, необходимости нет, то сообщества в районе тоже нет. Потом мы предложили проводить районные фестивали и праздники, которые могли бы сплотить сообщество жителей. Это могут быть праздничные ярмарки, это может быть знакомство с животными из приютов или, допустим, мероприятия, связанные с фудширингом или фримаркетом. Также мы выделили проблему того, что мигрантки могут не знать о своих правах, то есть трудовая мигрантка, с которой у нас было интервью, рассказала, что вообще она там практически все время проводит на работе, она не знает ничего в районе, она просто живет в режиме работа-дом. И поэтому мы предложили депутатам разместить на информационных стенах угол подъезда информацию как раз-таки для мигрантов на, возможно, их языках, на киргизском, на таджикском, на узбекском. Здесь мы взяли опыт информационной газеты ГУ, которую выпускают петербургские активистки. Там они пишут и статьи женщин, у которых есть мигрантский опыт, и размещают информацию, допустим, номера каких-то правовых центров или курсов русского языка, например. Вот. И также на этих информационных стендах можно размещать какие-то материалы по поводу защиты домашнего насилия, то есть это контакты близких центров, это картинки с приемами самобороны для женщин. Да, мы решили, что можно сделать такие пиктограммы, которые будут показывать какие-то базовые ситуации, например, когда на тебя напали в подъезде, когда на тебя напали в лифте. Что можно сделать, как, в принципе, нейтрализовать злоумышленника и дойти домой спокойно. Я дополню, на самом деле надо сказать, что район Тропарева Никулина в отношении активизма и добрососедства в целом хороший район, потому что там есть множество всяких активностей, там даже добрососедские праздники какие-то, активистские сообщества, плюс мы говорили о безопасности о детях, но там уже курсы свои проводит Лиза Алерт, то есть это было в одной из наших рекомендаций, но потом мы их убрали и надо понимать, что вот эти рекомендации, которые мы выявили в ходе нашего исследования, при том, что наше исследование было проведено на довольно ограниченном количестве респонденток, но в принципе для качественной выборки это большое количество респонденток, но в целом, чтобы делать какие-то серьезные аналитические выводы, надо необходимую еще работать, и поэтому итог выводы из исследования они в целом как рекомендации, и почему они носят такой возможно общий характер, потому что у них есть формальная так сказать их сторона, то что они направлены структуре власти, которая пока мы еще не получили обратную связь, но мы надеемся, что мы ее получим, то есть сейчас просто депутат на каникулах, и надо понять, какая будет реакция, то есть это тоже будет достаточно интересно, потому что у нас есть контакт только с несколькими депутатами, плотно мы работали только с одной, а там целый совет, то есть как они это примут, то есть вообще не покажется или там может быть что-то причем тут феминизм, да, то есть мы надеемся, что нет, и вообще в планах на будущее ну у нас были идеи, во-первых, что у нас собралась какая-то группа и команда, то есть вот так получилось, что когда эта школа была организована, в ее организации осталось только два человека, там я и Саша Алексеева, это было достаточно трудно, то есть если было бы больше людей, проект бы получился мне кажется шире, как-то но в принципе то, что прошло было неплохо и сейчас я рада, что у нас появилось большое количество участников интересованных возможно в дальнейшей работе и вот мы обсуждали ну как бы что бы мы могли туда привнести ну наверное это какую-то свою поддержку свою там не знаю свои ресурсы по поводу там организации каких-то мероприятий посвященных безопасности женщин например в библиотеках да вот кстати большое спасибо библиотеке имени Гагарина которая существует в районе в ней мы проводили очень большое количество времени то есть все это было бесплатно да это тоже посодействовало нам депутаты да в принципе там и надеемся на какую-то дальнейшую работу вот то что мы обсуждали это в области конечно информированности женщин по поводу домашнего насилия потому что как это не грустно но вообще вопрос стоит очень серьезный о качестве жизни женщин и вообще их выживаемость вот тут мы много говорили о материнстве но так же все таки помимо ориентации на женщин с детьми и на то чтобы их проблемы решались да в наших непосредственных диалогах каких-то полевых исследованиях мы так же делали какую-то визуальную антропологию просто мы делали из нее потом выводы потому что основная наша работа была с качественным интервью ну видно что для кого не секрет да что есть определенная сегрегация даже в 2018 году и о том что мы знаем кто работает уборщицами в торговых центрах да вот и там мы знаем ну и как бы и кого например нанимают няни да и о том что там если даже у женщины освобождается время для того чтобы идти работать в это время приходит другая женщина и начинает воспитывать ее детям как-то так может быть на самом деле я сделаю супер маленькую ремарку и мы наверное с позволения девочек тоже закончим мне кажется что как раз самая классная наша идея за все это время и по результатам как раз на установочной сессии мы действительно придумали как использовать абсолютно неиспользуемую и тупую штуку на которую никто никогда не обращает внимания это информационные стенды у подъездов вот и мне кажется что у них огромный потенциал реально и если это удастся сделать на уровне Тропарева Никулина то это будет просто классный прецедент как мне кажется потому что ну все знают да вот у подъездов есть информационные стенды которые закрываются на ключиках внутри объявления клеит дворник там обычно толстые лица депутатов единорозов перед выборами иногда какие-нибудь информации о компьютерном мастере туда может просачиваться сверху но в целом это муниципальные доски которые заполняются именно информацией на уровне района и муниципалитета и вот если как раз их использовать так сказать с разрешения сверху для нужд женщин и дискриминируемых категорий населения это может быть очень эффективно и классно потому что в том числе например если распространять информацию для мигрантов и мигранток о правовых центрах о каких-то центрах взаимопомощи в том числе о курсах языка то они же сами будут ее клеить она максимально быстро дойдет до них максимально прямо вот ну и в целом для женщин это тоже может быть очень полезно потому что даже там две пиктограммы с приемами самообороны могут запомниться потому что каждый день ты проходишь мимо этой доски несколько раз как минимум вот поэтому конечно будет очень клево если это получится спасибо еще все знают что рекламы часто очень сексистки типа в городе что женщина всегда там за страху японку да вот это все и есть такая инициатива такая организация куда ты можешь написать о том что вот ты увидел сексистки какой-то баннер и они активно по-моему занимаются вот этими требованиями требованиями ну как бы снятия этих баннеров то есть это реально проблема сегрегирования города что женщина участвует женская репрезентация женского тела она непосредственно является как бы инструментом угнетения вот такого имплицитного вот да вот по поводу там дальнейших планов когда мы уже там заканчивали нашу школу Олеся по-моему ты предложила что сделать в дальнейшем может быть уже ну как бы может быть это будем не мы а какая-то другая исследовательская группа аналогичные инициативы в других районах например через год пройтись так по районам может быть несколько групп и посмотреть а как какого положения женщин в районе там Сьюзина да где тоже на самом деле все муниципальные депутаты независимые ну или почти вся то есть и может быть это будет другой метод метод исследований как раз там репрезентация мы посмотрим как ну вот визуальные то есть есть очень большое поле для исследований и вот в процессе вообще нашей работы не знаю может быть тоже у меня сложилось такое впечатление что исследование на самом деле можно использовать как активистскую стратегию то есть ты вроде бы как бы исследовались но понятно что ты всегда ангажирован но ты одновременно и как-то можешь участвовать вообще ну хотя бы минимальном изменении то есть вот вот так может быть вопросы какие-то вот можно взять микрофон я конечно поздно прошу прощения пришел поздно вот по поводу рекламы где вот эксплуатируется сексуальная сторона женщины как с ними можно бороться потому что ну допустим я приехал из города Саратова и там частенько подобные вещи вывешивают и тем более большие так скажем фирмы да ну я имею ввиду по объему капитала и обеспечению города различной продукции как можно с подобными вещами бороться ну вот по вашей практике если честно вот будем честны на самом деле в большом количестве очень сложно то есть на уровень даже города Москвы ну невозможно например альфа-банку запретить чтобы он там типа женщина ну как выставлял женский бюст на всеобщее обозрение но можно вот в частности у РФО она да я насколько знаю есть была форма куда ты можешь обратиться и они будут это распространять ну плюс юридическими методами то есть ты можешь написать ты можешь обратиться например с оскорблениями чувств ну не знаю с оскорблениями это всегда сложная статья потому что как бы в общем оскорбление чувств это вот так очень всегда на край да да но если честно очень очень сложно потому что да может быть Кира лучше ответит то есть сексистская реклама просто-напросто нарушает закон рекламы потому что она совершит в себе дискриминацию по половому признаку поэтому можно писать заявление через интернет в местное отделение федеральной антимонопольной службы они как раз занимаются рассмотрением таких случаев если они сочтут что этот случай заслужит внимания они могут выставить у себя на сайте этот кейс на голосование и тогда мы в интернете можем голосовать за то что нам эта реклама кажется неприемлемой если этот вариант ответа в вопросе победит то соответственно рекламу заставят демонтировать и там заставят выплатить эту фирму штраф вот это работает в Екатеринбурге в Челябинске в Хабаровске по-моему в Министке много раз так делали и рекламу действительно снимают может быть еще у кого-то есть вопросы мы можем в принципе закончить так что у нас есть группа в контакте в интернете поэтому пишите спасибо спасибо что пришли спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон»